здравствуйте рада видеть вас на своем канале ну что мои дорогие закончился старый год нам нужно подвести итоги рукодельного 2019 года я делаю это с большим удовольствием год был очень насыщенный в плане рукоделия есть у меня много вышитых работ много оформленных работ и также в этом году я шила немного но все-таки но начну я с работ которые у меня перешли с прошлого года с 2018 и первая работа это зимняя деревня winter village это круг клейтона на начало 2019 года у меня было вышито три четверти работы и буквально в первые дни в новогодние каникулы я эту работу закончила полностью эта работа у меня не идет в копилку 2019 года но все-таки я не могу о ней не рассказать прекрасный дизайн нежно люблю круги клейтона необыкновенно простая схема несмотря на обилие конечно же узкокрестиков четверть крестиков и других недокрестиков но с другой стороны при таком маленьком количестве цветов а тут всего используется 20 цветов мулине дмс работа получается очень реалистичная и передающая настроение зимы и настроение конечно такой вот рождественской деревне размер этой работы 25 на 25 сантиметров вышивала я на ленте 27 каунта здесь конечно же было много блендов ну и как я рассказала узкокрестиков но меня это никогда не останавливает я очень-очень люблю дизайны джона клейтона фирма это у нас heritage следующая работа начатая в 2018 году это уютное укрытие от фирмы dimensions на начало года у меня была отшита половина работы но так как эта работа довольно внушительная по размерам 46 на 23 сантиметров и вышивается на 18 канве я конечно же включу положу эту работу в копилку 2019 года здесь у нас присутствует 41 цвет мулине фирменных ниточек вот dimensions работа интересная довольно много полукреста очень простая я всем рекомендую если начинающим вышивальщицам нравится работа пожалуйста не бойтесь не убраться она действительно очень простая да здесь много бэкстич и практически все детальки им обрисовываются но он опять же здесь очень простой вносила я некоторые изменения в этот дизайн и самым значительным изменением было то что я убрала сухое дерево то есть вы видите оригинал работы вот это сухое дерево и то что у меня получилось не совсем я поняла замысел художника и поэтому решил немножечко исправить мне кажется без этого дерева работа смотрится намного лучше работа у меня оформлена в багет вот так вот она выглядит еще не успев закончить уютное укрытие я начала новую работу довольно большую грандиозную птички в ежевике по авторской схеме елены чебаковой работа больше смахивает наверное на какой-то хает но с неполной зашивкой размер если мы будем брать по крестиком 260 на 300 крестиков присутствует тут 75 цветов мулине дмс вышивала я на бл 632 каунта вышивала я всего если по вышивальным дням смотреть 62 вышивальных дня а если мы будем брать по обычным календарным днем то процесс у меня растянулся на 4 месяца 4 календарных месяца работа сложная очень много одиночек ну вот как я уже заметила что больше похоже на какой-то хает или golden kite или химеру ну в общем какую-то такую многоцветку единственное что с неполной зашивкой с этой работой я участвовал совместном проекте птичий переполох с верой коминовой размер работы в итоге получился 41 на 45 сантиметров вот пожалуйста посмотрите так эта работа выглядит по сравнению со мной да я вообще человек довольно высокий работа довольно большая по большому счету я получила удовольствие от этой вышивки единственно что я конечно не очень хорошо отношусь к одиночкам а их здесь как я вам уже сказала было очень много и хочу заметить что вот я вам сказала 75 цветов мулине присутствует эти цвета мулине не оправдали моих надежд что в каждой птичке будут присутствовать какая-то группа какая-то группа определенных цветов нет в каждой птичке присутствовали практически все цвета то есть весь набор использовалась в каждой птичке отдельно так что работа сложная еще хочу сказать может быть даже не столько сложно сколько кропотливая вышивала я ее по программе кростич сага что конечно же невероятно облегчила саму вышивку но еще раз говорю кто захочет вышивать этот процесс готовьтесь к кропотливой работе в то время когда я вышивала эту работу у меня были еще мелкие работы и конечно же я оформляла какие-то свои ранее вышитые работы давайте я быстренько вам о них расскажу потому что это тоже занимало мое рукодельное время и я думаю будет интересно было у меня в марте неделя оформления работ результатом этой недели получилось во первых мышка в цветах по набору от рукодельных собак вышивала я ее 2018 году и оформила я эту мышку в косметичку очень симпатичная получилось и сейчас я эту косметичку активно использую также небольшой сюжет леса в лесу как я его называю от река дизайн оформился в конверт для процессов с прозрачным окошком очень симпатичная работа тоже активно используется мной в эту неделю оформления оформила дизайн пряное яблоко от мари искусницы который вышивала опять же 2018 году оформила я это этот дизайн в подушку подушка опять же активно используется и живет на кухне на кухонном диване следующая работа ретро маки который я тоже вышивала в 2018 году я оформила в круглую текстильную шкатулку очень уютная очень интересная шкатулка получилась я оформляла в эту шкатулку тоже по мастер-классу но вот сейчас к сожалению не могу сказать честно говоря не помню но в любом случае под видео в инфобоксе вы в описании вы найдете все ссылочки если кого-то заинтересует вы можете посмотреть видео и узнать все подробности следующая оформленная работа это дизайн из триптиха весна мода это одна из трех девочек вышивала я эту девочку по авторской схеме и оформила я ее фермуар этот фермуар у меня используется для хранения каких-то интимных женских принадлежностей очень симпатично смотрится и с удовольствием я его использую но конечно же в это время я не только оформляла но и вышивала я начала замечательный дизайн от фирмы dimensions утро на озере это gold petit а заменяла канву в набор входила канва 18 каунта я заменила на мура на 32 каунта то есть я заменила на равномерку и немного увеличила каунт размер работы по задумке автора должен был получиться 17 на 12 сантиметров у меня же получился 19 на 14 сантиметров и в этом дизайне присутствовал 23 цвета малины dimensions я осталась очень довольна отшивом и очень довольна то что я заменила увеличила каунт канвы работа смотрится прекрасно она такая стала более внушительной и конечно же вышивать на равномерке было намного намного проще особенно когда предполагалось большое сложение нитей работа оформлена в багетное оформление и подарена моему брату на юбилей то время когда я закончила вышивать большую работу уютное укрытие вышила dimensions озер утро на озере я приступила к следующему довольно грандиозному для меня проекту это работа лимоны от фирмы фуджика это на набор номер 674 размер работы должен был получиться вернее размер канвы да с воздухом должен был получиться 30 на 38 сантиметров работа же у меня получилась сама вот по последним крестикам 25 на 30 сантиметров вышивала я на мурана 32 каунта цвета 101 наборе присутствовал 59 цветов малине космо это японские ниточки и для этого проекта я покупала нарезку этих ниток вышивала я эту работу по календарным дням 6 месяцев а если мы будем смотреть по вышивальным дням то работа у меня заняла 44 вышивальных дня если учесть что в это время я также вышивала и своих птичек в ежевике да довольно сложную работу в общем-то как-то я там пыталась уравновесить это все и в итоге потом отложила лимоны и довышила их уже когда закончила птица потому что вышивать одновременно две довольно сложные работы для меня затруднительно но все-таки я вышила лимоны вышла с удовольствием работа непростая здесь опять же очень много одиночек несмотря да вот так вот мы посмотрим на на дизайн где тут могут быть эти одиночки но одиночек здесь много также конечно обилие серых цветов казалось бы лимона должно быть ярко но в основном здесь вот эти серые цвета и зеленые разнообразные зеленые цвета ну конечно от работы я получила удовольствие конечно больше всего удовольствия получила от результата работу планируется оформить и планируя повесить ее на кухне то есть это вот следующая такая довольно сложная работа одновременно с этой работой конечно же я вышивала какую-то мелочевку в апреле перед пасхой я вышивала пасхальных зайчиков по авторской бесплатной схеме вышила я поэкспериментировала и вышила я мулине калорис номер 4501 вышивал на муран 32 каунта который красила ранее сама то есть у меня оставался такой небольшой кусочек в такой солнечный зайчик и вот именно на такой конвей я вышила оформила я эту работу в декор для такую полоску до декоративную и которую можно использовать как для свечи для вазы в общем-то для ничего угодно я украшала этой полоской вазочку в которой стояла верба следующая работой небольшой который я вышивала во время до одновременно со сложными работами это был котик благополучия в доме от фирмы панна размер совсем небольшой 78 на 52 крестика ну как вы понимаете это оберег и соответственно оформила я его в пинкип в овальный пинкип который служит как бы таким своеобразным оберегом нашего дома следующая работа совсем простая работа лето ах лето от фирмы панна такие смешные замечательные курята когда я их начала вышивать я загадала поездку на море и планировала оформить этих курят в сумку в пляжную сумку вышивала я на линде 27 каунта который красила сама конечно же в наборе была канвая как видите я ее не использовала размер этой работы получился 20 на 28 сантиметров немного я меняла дизайн но его все меняют потому что он немножко не доработан верхний правый угол но все равно в дизайне присутствует после даже доработки какая-то асимметрия небольшая который на первый взгляд не бросается в глаза ну в общем то если я не знать каждый раз я не вспоминаю этот дизайн со мной поехал на море специально я его не успела конечно оформить до поездки на море этот дизайн взяла с собой прополоскала его в морской воде чтобы он пропитался солнцем морской водой но вот у меня было такое желание и по приезде я решила оформить не в сумку потому что у меня сумка есть уже я в общем то минималист зачем мне несколько сумок оформила я опять же в конверт с прозрачным окошком который активно использую вот такие конверты именно с прозрачным окошком оказались для меня очень удобными и практичными и в общем то планируя их и дальше шить и вышивать также в мае опять же в паре со сложными работами я вышивала небольшие но вот честно говоря довольно сложные работы потому что они вышивались петитом кто не знает петит это вышивается не через две нити переплетения а через одну нить переплетения в это время я приобрела чудесную книгу от мтса и мне захотелось попробовать этого нового для себя дизайнера я вышила вот такие вот такой цветочек анютины глазок тут дизайн совсем небольшой 45 на 45 крестиков но как я вам сказала уже вышивала я аппетитом и здесь присутствует 12 цветов в дизайне используется крест полукрест вышивала я на линде 27 каунта дизайн получился совсем совсем небольшой пока что он не оформлен также по этой же книге я вышивала жука чуть чуть побольше 80 на 50 крестиков пять цветов зеленого оттенка используется и один черного опять же вышивала на линде и опять это все был петит вышивала я в совместном проекте вышиваем по журналам и книгам следующая работа из этой книги которая вышила я считаю она была не очень удачная и как-то до сих пор я это считаю это цветы яблони размер это работа 90 на 80 клеточек вышивала я на мурана и в данном случае я решила вышить не аппетитом а как обычно через две нити переплетения я честно говоря не знаю что тут было ошибкой вышивать как обычно не аппетитом или цвет основы не очень удачный но как видите работа получилась какая-то странная до сих пор она у меня не оформлена я уверена что при оформлении вот эту странность может быть цвет основы можно как-то из исправить но пока что за это оформление я не бралась также в мае перед отпуском я решила сделать сшить себе маленькую маленькую сумочку только для мобильного телефона или чтобы туда можно было бы положить ключи от номера карточку от номера и решила украсить эту сумочку небольшим дизайном из книги олеси новожилова вот такое замечательное перышко у меня вышито это тоже петит вышивала я на льне какого-то неопределенного каунта можно даже сказать не совсем равномерного по крестиком этот работа занимать 86 на 22 крестика то есть небольшая 6 цветов всего и в общем то в довольно быстро с удовольствием я вышила и оформила в маленькую сумочку как я уже сказала для телефона для путешествий эту сумочку я активно использовала на экскурсиях и носила конечно если там на обед на ужин свой телефон и ключи от номера то есть очень тоже практичная вещь вещь получилась напоминаю что вышит аппетитом и переходим к следующей работе это подарок от фирмы rto эту работу я брала с собой в отпуск думала что я за две недели и закончу но не тут то было не знаю что тут случилось то ли сложная работа мне показалось ну какая конечно это несложная я имею ввиду для отпуска сложного да для такого расслабона короче говоря в отпуск я вышла совсем совсем немножечко и по приезде я эту работу уже закончила тут конечно же я тоже меняла канву аиду 16 каунта на мурана 32 каунта 35 цветов дмс присутствует в том числе металлик работа в общем то не сложная очень приятная конечно много бэкстича но на самом деле если не обращать на него внимание вышивается довольно легко и приятно на самом деле очень красиво получилось цвета великолепные прям завораживают меня эти синие цвета в общем то довольно но пока еще работа к сожалению не оформлена мы переходим уже к июню я вышивала небольшой сюжет из книги элен любер это тоже новая для меня книга приобрела я цветочный венок размер этого сюжета 125 на 100 крестиков вышивала я на мурана 32 каунта размер работы получился 15 на 20 сантиметров 21 цвет дмс на первый взгляд не сложная работа но на самом деле тоже пришлось с ней повозиться потому что в цветах было несколько оттенков светлых цветов и немножко они путались но в общем то как всегда мы думаем что быстренько мы сейчас вышлем какой-то простой небольшой сюжет и спотыкаемся на нем но ничего страшного я потихоньку его вышла и ну к сожалению этот дизайн пока не оформлен и в июле я начала тоже одну большую грандиозную даже работу по размерам это талерский лев от фирмы лондон эксемплер размер эта работа в крестиках 308 на 409 крестиков вышиваю я эту работу на белфасте 32 каунта 101 цвет то есть на лине ниточками дмс 321 номера вот таким синим цветом работа после окончания а я эту работу еще не закончила но об этом мы с вами поговорим уже в конце видео работа после окончания получится размером 48 с половиной на 65 сантиметров то есть она такая довольно таки значительная выйдет на конец года дело в том что я ее вышиваю очень не спеша по несколько ниточек да там может быть даже не в день а в неделю и на конец года у меня отшита этой работы всего 30 процентов а начала я уже как вам сказал начале июля с ней с этой работы я никуда не тороплюсь этот семплер у меня полностью ассоциируется с моей семьей все символы я значение символов как какие они есть для меня да я подробно рассказываю в своих видео но в общем то от этого дизайна я конечно получаю большое удовольствие очень спокойный очень ненапряжный сюжет единственная сложность да только то что он очень и очень большой ну в общем то планирую я его конечно же закончить 1020 году также летом девятнадцатого года я попробовала новую для себя технику это 3d пэтчворк шила я миниатюрнейшие цветочки по мастер-классу из инстаграм очень кропотливая работа очень для меня была тяжелая но именно вот она связана была с тем что цветочки очень очень маленькие но как вы видите первый цветок довольно такой большой это на перстянка следующая работа это подснежник довольно миниатюрный цветок есть у меня некоторые планы по оформлению может быть даже с использованием вышивки и третий цветок он у меня к сожалению в единичном экземпляре это единичный да скажем так цветок мышиного горошка замечательный должен был получиться результат но к сожалению моя машинка просто не справлялась такими тонкими тканями и с таким мелко шитьем поэтому я ограничилась одним цветочком чтобы просто понять принцип но все равно я этим мастер-классом осталась очень довольна то есть знаний я для себя приобрела довольно много следующую работу которую я начала летом это дизайн фирмы мелхим был называется бальзамический уксус 13 на 13 сантиметров 16 цветов дмс плюс 6 цветов бисера мелхилл замечательная работа есть у меня к ней парная но пока вышита только одна как вы наверное уже догадались я поменяла перфорированную бумагу которая входила набор на равномерку это линда 27 каунта который я красила сама но покраска получилась такая не очень неудачная но очень удачный цвет то есть он практически полностью повторяет цвет перфорированной бумаги так как здесь зашивка довольно полная я решила что мне это подходит и решила использовать вот эти кусочки такой же точно кусочку меня отложен на парный сюжет быстро довольна я вышла очень довольна этим сюжетом сложно он получается на фотографиях как и работы с бисером но поверьте мне работа очень и очень симпатичная также летом были у меня оформительские работы и я оформила ягодный венок который вышивала когда-то давно по дизайну козу к оке по книге козу к оке в корзинку для швейных процессов опять же по мастер-классу лариса черновской вот то что у меня получилось очень я довольна результатом эта корзинка у меня активно используется ну просто великолепное приспособление для того чтобы хранить в нем какие-то швейные процессы может быть вышивальные но я в основном храню какие-то швейные процессы также в это время я шила монетницу в технике японского петчворка по мастер-классу из инстаграма в инстаграм очень много довольно достойных бесплатных мастер-классов и вот частенько я по ним вышиваю монетница у меня конечно же была готова и вот так вот она выглядит также в это время я шила кота пенал да так называемый кота пенал по мастер-классу елены кузнецовой первый раз на этом кота пенале пробовала технику синели такое у меня чудесное сердечко получилось я этим кота пеналом безумно довольна этот кота пенал как ни странно да выглядит как девчачий но он очень понравился моему сыну он его активно использует в школе я у него вообще спрашивала как народ отнесся к тому что такой романтический девчачий да у него пенал но он сказал что наоборот всем мальчишкам очень понравилось и все просто остались в восторге он меня просит еще один шить но вот пока что я не собралась еще так мы переходим с вами концу лета начало сентября и в это время я начала закончила естественно свою фуджи куда большую работу немножко отдохнула и начала следующий большой основной процесс это рождественский мост от фирмы анкор майя по картине томаса кинкейда начала вот у меня записано 10 сентября разборабота большая 35 на 45 сантиметров практически полная зашивка как всегда конечно я заменила канву канва здесь была замечательного голубого цвета но так как у нас дизайны фирмы анкор майя очень сложные здесь море три четверть крестиков много очень сложного бэкстича я решила заменить канву и так как я я вообще планировала заменить на хлопок но так в хлопке не нашлось нужного мне цвета я заменила на белфест на лен 32 каунта цвет голубой лед сейчас вышиваю и вообще ни грамма не пожалела что я это сделала все три четверть креста вышиваются просто идеально и очень просто и соответственно бэкстич тоже идеально вышивается именно на равномерке здесь у нас в этом дизайне не так много цветов 40 цветов фирмы анкор в том числе один крайник крайник используется в блендах и конечно же здесь бленды есть но что я хочу сказать рождественский мост я не планировала закончить какой-то дате я понимала что это сложно дизайн вышивать и его буду долго и вышивала совсем совсем по чуть-чуть и на конец года у меня отшито всего 18 процентов этой работы и если мы посмотрим да я начинала 10 9 довольно много времени до конца года но на самом деле вышивала я его ровно 18 вышивальных дней то есть за один день у меня вышивался один процент то есть совсем совсем чуть-чуть поэтому практически вся эта работа у меня конечно переходит 80 до оставшихся процентов у меня переходит на следующий год буду заканчивать эту работу конечно в следующем году получается конечно необыкновенная красота я очень и очень довольна этой работой очень довольна что я взялась да она конечно сложновато сложновато я считаю что она для новичков но если вышивать ее последовательно никуда не скакать принять для себя что она сложная то вышивается довольно просто и с удовольствием также примерно же в это время я начала работу большую работу ночь перед рождеством по дизайну мария диэс который печатался в журнале вышиваю крестиком номер один 2015 год работа большая 220 на 220 крестиков ну должна была получиться 40 на 40 сантиметров присутствует 35 цветов малине дмс вышивала я на линде 27 каунта которую тонировала чаем сама линда с люрексом вышивать на такой конве тем более затонированный чай да и в кипятке не было честно говоря не очень удобно я не сказала бы что вот этот блеск очень сильно мешался а мешалась именно вот эта сваренность и какая-то неоднородность канвы за счет присутствия именно этого люрекса то есть частенько я ошибалась что вообще практически никогда не происходит других дизайнах когда я вышиваю на равномерке дизайн я вышивала в совместном проекте вышиваем по журналам и книгам и так как я этот сами этот дизайн закончила и оформила его в подушку в итоге уже под самый новый год то плавно он у меня пришел совместный проект прикладная вышивка ну вот как я вам уже сказал начала я 12 09 и закончила 18 12 вышивала я три месяца да но чуть чуть больше чем три месяца и считайте одну неделю я этот проект под конец уже гнала я честно говоря от него очень устала потому что работы здесь много раз зашивка хотя и не полная но она очень существенная очень устала я вышивать белый снег тут идет крест в две нити и полукрест именно в снеге все остальное вышивается полным крестом очень много бэкстича много фрузилков и есть одиночки одиночек мало но принципе они есть так что работа на первый взгляд конечно простая до примитив но с другой стороны с ней очень и очень надо долго возиться а если принять во внимание что я вышивала ее довольно активно то есть видите три месяца на у меня на нее ушло ну в общем то я очень довольна результатом и довольна как я оформила с обратной стороны у меня плюш он очень мягкий и в пару к этой подушке я сшила еще одну из плюш уже из красного так что вот так вот это смотрится у меня в интерьере есть у меня видео именно про эту подушку как она смотрится в интерьере и вообще в принципе про новогодние дизайны ну конечно же за это время у меня было много других работ вышивала я в сентябре робины один робин у меня был от лариса черновской это вот такой замечательный чайничек лотос примерно здесь 1600 крестиков но вышла я его довольно быстро потому что схема довольно простая и также принимала я участие в робины от ирины ковичанске по схеме парижских вышивальщиц вышивала я вот такую замечательную девушку которая думает чтобы ей такое сделать покрасить или лучше выпить бокальчик вина на отдыхе ну ассоциируя конечно эту девушку со мной поэтому и выбрала из большого разнообразия предложенных сюжетов один робин соответственно уехал в германию второй в чехию и в общем-то очень довольна я что поучаствовал вместе девчонками в таком можно сказать флешмобе да следующая работа которую я вышивала это ангел осени по авторской схеме евгении колесниковой вышивала я по набору в этот набор ходила заготовка деревянная с уже готовой перфорации вышивала я эту работу в октябре как раз тогда когда у нас была золотая осень работа получилась один с половиной на 7 сантиметров в общем-то осталась я довольна но и честно говоря вышла бы этих ангелов всех а их там очень много и очень красивых но уже не на деревянной заготовке а просто на ткани и шила бы такие небольшие куколки потому что деревянная заготовка это не совсем мое также осенью я вышивала еще один сюжет нежная роза по набору чудесной иглы роза просто прекрасный получилась тут 60 на 60 крестиков она совсем небольшая немного цветов мулины к сожалению сейчас не могу вам сказать но немного порядка там 15-20 меняла я конечно канву 16 каунта на мурану крашеную самостоятельно тоже вот вы видите покрасила я ее так оригинально потому что эта роза мне виделась на фоне или нот или письма но у меня получилась роза на фоне раскрытых страниц книги тоже такое мое небольшое дизайнерское да можно сказать решение роза сама по себе очень простая здесь нет бэка нет блендов и такой великолепный результат получился роза будет оформляться но уже вот в этом 2020 году пока даже честно говоря не знаю во что также уже ближе к новому году были у меня швейные процессы это рождественская дорожка шила я ее по мк виктории островской в инстаграм по бесплатному и к мк размер ее получился 110 на 40 сантиметров что здесь для меня в принципе нового было огромное количество стежки на машине не предназначены к стежке и машинная аппликация опять же на маши на швейной машинке которая не предназначена собственно говоря у нее нету этих швов для машинной аппликации поэтому немножко пришлось мне помучиться в принципе самим результатом я довольна и еще раз поняла что лучше мне не браться за такие мастер-классы при том что вот у меня такая слабенькая по швам швейная машинка но ничего страшного дорожка готова и будет теперь украшать мой дом также конечно в этом году у меня была масса шариков стиле артишок огромное количество я их наделала они у меня все все разошлись но как обычно в каждом году у меня так и происходит если какой-то шарик и задерживается то в новогоднюю ночь когда к нам приходит гости он уходит обязательно в подарок конечно же здесь вы видите не все шары просто я их даже не успевала фотографировать так быстро они расходились также под новый год я шила мышку-ключницу в технике японского петчворка по мастер-классу в гений опять же из instagram мастер-класс был бесплатный вот то что у меня получилось быстро и очень быстрая работа результат эффектный на скорее всего конечно же кому-нибудь я ее подарю также в конце прошлого года я вышивала снежный шар париж по журналу cross-stitcher снежный шар совсем небольшой диаметром на 11 сантиметров 13 цветов мулине дмс цвета несколько психоделические получились но с другой стороны довольно забавный такой новогодний сюжет у меня получился канву или вернее даже равномерку для этого снежного шара я красила сама немножечко видите так затонировала и хочу заметить что это канва линда 27 каунта с люрексом поэтому видите так она симпатично переливается и вообще очень эффектно получилось и по цвету и по переливу и по самому сюжету и и также в конце года я вышивала снеговика по набору от кристал арт снеговик это 13 на 15 сантиметров 18 цветов хлопкового мулине присутствует вышивала я на пластиковой конве и вы видите снеговик такой интерактивный ножки ручки к нему приделаны с помощью проволоки я люблю такие интересные вещи когда я его вышивала у меня не покидала ощущение что я вышиваю какую-то игрушку от фирмы dimensions настолько вот она проработана тоже очень хорошо было и такое цветовое решение яркое ну вот теперь такая игрушечка будет жить в моем доме и уже под самый занавес года была у меня еще одна начатая и законченная работа это замечательный домик голубой лед по мастер-классу опять же из instagram замечательнейшая работа вышивалась она у меня не сказать что очень быстро потому что она все-таки значительно по примерному так вот подсчетом где-то здесь пять с половиной тысяч крестиков то есть работа маленькая но все равно с ней повозится много как вы видите здесь вышивка полным крестом и бисер и конечно же есть бэкстич и мало того что вышить эту работу ее нужно еще и собрать я очень боялась собирать этот домик но оказалось все очень просто и очень быстро я с этим делом справилась великолепный результат мне очень нравится и это была последняя работа 2019 года ну что мои дорогие пришло время конечно подвести итоги перед собой вы сейчас видите мои швейно-оформительские работы надеюсь я ничего не забыла но конечно они вас наверное не очень интересует а интересует количество моих вышитых работ за этот год честно говоря для меня это очень сложно девчонки считают каждую работу я за количеством работ абсолютно не гналась в этом году у меня вышито 4 большие работы большие такие серьезные работы которыми можно гордиться следующие работы это будут небольшие их у меня шесть штук вот вы видите они сейчас прибавляются на экране я конечно не буду перечислять их вы видите картинки и также еще 10 работ маленьких причем 10 работ я какие-то совсем маленькие работы объединила до в кучку допустим вот дизайн и о том то со хотя они вышиваются аппетитом я объединила как три в один и конечно два робина я тоже объединила в один еще раз говорю я не гонюсь за количеством меня вообще такое желание наверное в следующем году я буду считать не по количеству работ а по количеству крестиков потому что вышивая вот эти вот большие работы я уже стала понимать примерно сколько работа так скажем весит в кресте когда или что это за объем наверное это будет правильнее считать именно в крестиках ну ладно это уже про следующий год мы подводим итоги этого года и также на следующий год у меня переходит две работы которые я конечно же не считаю в этом году это замечательный дизайн рождественский мост который у меня вышит на 18 процентов и также талерский лев конечно в талерском и льве вышита довольно значительная часть 30 процентов талерском льве кстати порядка 49 тысяч с лишним крестиков так то вот считайте 30 процентов от этого числа сколько это но я не буду уже гнаться за этим пускай эти работы у меня переходят на следующий год уже нас надеюсь следующем году конечно я их закончу и того у меня получается если все объединить 20 законченных работ эта сумма конечно не очень впечатляющие по своей на цифре но я абсолютно довольна своим рукодельным годом и серьезными работами и маленькими отдыхал очками и рукоделием и оформлением и шитьем то есть год я считаю был удачный но это конечно мое мнение вы можете свое мнение выразить в комментариях мне будет очень приятно почитать ваши отзывы и ваши заключения до умозаключения на все значимые работы в инфобоксе вы найдете ссылки если вас вдруг что-то заинтересовало и также вы найдете ссылку на плейлист по моей прикладной вышивки и вообще в принципе по рукоделию новый год начинается планы я как всегда не озвучиваю я их там себе записала но хочу кстати говоря заметить что вот в 2019 году я составлял тоже небольшие наброски планов а я их выполнила на 90 процентов даже не так не было запланировано до 10 каких-то пунктов то 9 пунктов я выполнила результат тоже очень хороший надеюсь что этот пункт единичный до который у меня переходит из года в год который я никак которым я никак не могу приступить надеюсь что в этом году я наконец-то его уже осилю ну так все туманно навела да но планы действительно есть и на мой взгляд они очень интересны ну что мои дорогие теперь я с вами точно прощаюсь была очень рада что вы сошли ко мне в гости до свидания увидимся в следующем видео